Снеговики-добряки Но так как проходят уроки сольфеджио, они в любом случае изучают там ноты и, соответственно, играют на инструменте. То есть задают домашнее задание. Тренировать выученные гаммы Артем может пока только в музыкальной школе. В письме Деду Морозу он рассказал о своем желании – иметь собственный синтезатор, чтобы заниматься еще и дома. И мечта обязательно осуществиться, как и желание сотен других детей. Стать меценатом и совершить чудо может каждый. Есть сайт снеговики74.ru, на котором размещена вся последовательность действий. То есть необходимо познакомиться с историями детей, дальше оставить заявку на участие в акции и, соответственно, исполнить желание ребенка. Мы, конечно, ограничиваем стоимость подарка в силу понятных причин. Подарки не превышают 10 тысяч рублей. Акция проводится во второй раз и в этом году насчитывает 500 писем с пожеланиями. В ряды снеговиков-добряков уже вступили 14 некоммерческих организаций из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Мяса и Снежинска. Несколько заявок на себя возьмет семья губернатора Алексея Текслера.